Десятки ленинскую ничан, взрослых и не очень, благотворители высшего пилотажа и начинающих вошли в число достойных примеров для подражания. То, что армия благотворителей выросла, скорее обыденный факт при ежегодном подведении итогов конкурса. Тем не менее, это не может не радовать организаторов. Практически, наверное, каждый второй человек в городе внес тот или иной вклад в благотворительность, либо какие-то там идеи, еще что-то в развитие нашего города. Я думаю, что это радует, что эта акция становится все популярнее, все больше предпринимателей откликается на это. Я думаю, что это здорово, потому что частичка души, частичка даже финансовых средств помогает и предпринимателям, и тем детям, и, я не знаю, и учреждениям, всем остальным. Ну, это просто здорово. По традиции итоги конкурса подведены по трем номинациям. Звание доброволец-ученик получили 13 школьников-активистов добровольческих движений. Вике Скороделовой всего 13, а на ее счету уже десятки добрых дел. Вместе с одноклассниками она борется против вредных привычек, помогает пенсионерам, участвует в благоустройстве города. Мы раздавали листовки против наркотиков, помогали ветеранам, если нужно чем-то им помочь. Поздравляли с праздником, делали сами открытки, разносили по домам. Ну, вот так. Как люди реагируют на твои добрые дела? Хорошо там, спасибо, добра желают. Особыми словами благодарности были отмечены и добровольцы-взрослые. При их поддержке и чутком руководстве ребята смогли организовать благотворительные акции и общешкольные мероприятия. Кроме того, 20 руководителей предприятий, предпринимателей и крупных промышленников получили благодарственные письма за благоустройство и озеленение города, приобретение спецтехники и крупномасштабную подготовку Ленинска к областному дню шахтура, в их числе и компания «Суэк Кузбасс». Принимала наша компания активное участие в подготовке празднования Дня шахтёра, например, в рамках трудовых отрядов. Это наш совместный проект с Молодежной биржей труда и администрацией города. В подготовке социальных объектов, например, мы совместно с городом поставили детскую площадку на площади торжеств, поставили сцену. Помощь школам, детским домам, центрам реабилитации, обществам инвалидов, многодетным семьям, ветеранам, спортсменам в подготовке к соревнованиям – всё это и не только уже в списках добрых дел армии Ленинск-Кузнецких предпринимателей. К 17 благотворителям, чья социальная ответственность не оставляет сомнений, в минувшем году присоединились ещё 12 предпринимателей. А это значит, что традиции благотворительности по-прежнему сильны в нашем городе. Субтитры создавал DimaTorzok